Здравствуйте! Это передача «Африка. Второй фронт» и я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня мы с вами обсудим ряд африканских новостей, которых мы касались и в прошлых выпусках, но и будет кое-что из нового, еще не обсужденного в нашем эфире. И начнем мы с темы возвращения пиратов в Сомали. Дело в том, что недавно у берегов этого африканского государства было захвачено судно под флагом Либерии, на котором находился индийский экипаж. И это событие, которое, казалось бы, теряется среди череды куда более весомых, может быть, значимых новостей, тем не менее напоминает нам о той угрозе, которую создают пираты Сомали для близлежащих территорий и множества стран, чьи суда следуют по Красному морю и по водам этого государства. И тему возвращения пиратов в Сомали сегодня мы будем обсуждать с Натальей Пескуновой, доцентом МГУ, политологом. Наталья, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Наталья, ну вот позвольте мне сначала зайти немножко издалека. Вообще, вкратце, как бы вы могли описать возникновение вот такого явления, как пираты Сомали, которое, ну, лет 10 назад, даже, может быть, чуть больше, гремело прямо-таки вот во всех новостях. И сейчас мы снова понимаем, что никакая угроза не исчезла. И вот все те усилия международные, они пока что, к сожалению, не привели к тому, чтобы эту проблему решить на корню. Дело в том, что когда мы говорили о ситуации с морским пиратством на уровне 2011-2012 года, и мы говорили о том, что действительно предпринимаются большие международные усилия, прежде всего, европейская и ЮНЕФОР, которая была связана с мониторингом судов, которые проходили курсами через Адонский залив. Мы говорили о том, что, наверное, да, это усилия временные, и они будут успешны до тех пор, пока будет поддерживаться и финансироваться нахождение международных сил именно в этом регионе. В течение 10 лет, которые прошли с того момента, изменилась международная обстановка, и многие международные силы, в том числе европейские, были перетятаны, собственно говоря, в другие регионы. Это и север Африки, это и европейские противостояния и так далее. Соответственно, Адонский залив оказался вне зоны активного воздействия международных игроков, и, конечно же, через некоторое время возобновилось морское пиратство там. Конечно, это было связано с внутриполитическими и экономическими проблемами именно сомалийской территории, но не только ее, а именно проблемой всей Восточной Африки. Здесь важно помнить о том, что буквально несколько недель назад неофициально существующее так называемое де-факто государство Сомали-Ленд, которое в том числе и контролирует часть этих самых пиратских региональных групп, заявило о том, что они стремятся к своей независимости, к признанию в качестве государства. Даже начало пытаться заключать международные договоры о признании с соседними государствами, например, с Эфиопией. Эта новость облетела все мировые СМИ. Понятно, что на эту ситуацию сейчас повлияла и ситуация на оближение, прежде всего, противостояния в Йемене. Конечно же, влияние Саудовской Аравии на этот регион очень сильно подхлестнуло всплеск морского пиратства. И надо понимать, что морское пиратство именно в африканском прочтении — это довольно-таки контролируемая извне вещь. Прежде всего, это вещь финансируемая, это инструмент воздействия на все государства региона, причем как в Восточной Африке, так и Египет, так и Ближний Восток в целом. Потому что это основной регион, через который дальше идут сюда уже в Суэцкий пролив и дальше в Южное Средиземноморье, в Европу. И, соответственно, усиление морского пиратства именно в регионе Сомалиленда, Адамский пролив и Пабль-Мадепский пролив, где, собственно говоря, орудуют эти пираты, он является ключевым в этом плане. Воздействует в том числе и на позиции европейских игроков. И поэтому сейчас ситуация становится более острой, нежели чем она была в 2011-2012 годах. Ну, если вы сказали, что есть какой-то бенефицар, то можно ли назвать кого-то конкретного? И почему именно сейчас эта кнопка была нажата? Ну, прежде всего, бенефицары, конечно же, находятся на Ближнем Востоке. Как известно, достаточно долгое время весь регион Восточной Африки, не только Эфиопия, Сомали и отдельные отколовшиеся части от бывшего государства Сомали, или Сомали, собственно говоря, Пункт Ленд, Сомали Ленд, отдельные другие формирования финансировались, например, Саудовской Аравией, тем же Катаром, теми же Обеденными Аравскими Эмиратами и другими игроками. Соответственно, был и остается план именно иславских игроков по расширению ареала своего воздействия и использовании Аденского пролива в качестве рычага такого политика экономического воздействия, не только на саму Восточную Африку с целью изменения политических процессов, там сколько именно на Европу, а также на Египет, на Турцию и на Россию. Поэтому, конечно же, здесь прежде всего вопрос именно к ближневосточным игрокам, прежде всего к Саудовской Аравии. Помимо той угрозы, которую сейчас создают пираты Сомали, мы регулярно в новостях слышим об атаках йеменских хуситов на транспортные суда, которые следуют, опять же, в эту акваторию. Насколько связаны хуситы и пираты Сомали? Действуют ли они в связке? Или же это совершенно две разные политические единицы? Если мы возьмем именно их официальную политическую повестку, да, конечно, увидим, что они разные. Формально они разные, да, то есть хуситы имеют свою внутристрановую повестку, да, пираты, которые действуют на территории пункт Ленда, Сомали Ленда, стремятся к независимости, да, соответственно, политическую повестку свою особенно не продвигали, поскольку все-таки разные группы. Но интересно здесь получается аспект, что на данном этапе можно говорить о таком временном локальном объединении усилий, да, и хуситов с одной стороны пролива, да, и, соответственно, части сомалийцев с другой стороны пролива для того, чтобы и тем, и другим заполнять, во-первых, свои определенные региональные цели, локальные цели, и, прежде всего, конечно, добиваться финансирования и тех, и других со стороны крупных, влиятельных, ближневосточных игроков, как я уже говорила, прежде всего, Саудовской Аравии, да, то есть это воздействие на весь регион, и это момент финансовый, и это такой, скажем так, финансовый шантаж, прежде всего, да. Может ли здесь быть какой-то вот элемент, даже позволить, так сказать, романтики, потому что часто, когда говорят о пиратах, то есть такое представление, сформированное благодаря произведениям искусства, прежде всего, что это люди, которых судьба, так сказать, толкнула на преступление. И, соответственно, Сомали, как мы знаем, очень бедная страна, там прошли разрушительные войны, туда вмешивались международные военные контингенты. Вот это можно называть основной причиной появления пиратства в Сомали, или же все-таки это прям-таки исключительно вот такая инкубаторная, созданная политиками военная группировка? Ну, вы знаете, преступник всегда остается преступником, да, никакой романтики в этом нет. Соответственно, здесь можно сказать следующее. Сомали на настоящий момент уже больше 25 лет остается, так называемый, распавшимся государством. Фактически, это некий набор территорий, территориальных таких политико-территориальных объединений, Сомали-Ленд, Пут-Ленд, Махер-Ленд, Джуба-Ленд, я тут могу много чего перечислять, который фактически находится не под властью некоего центрального правительства, а под властями именно региональных непризнанных формирований, в том числе и вооруженных формирований. Мы регулярно слышим о том, что Сомали-Ленд с Пут-Лендом, ни то, ни другой, не являющийся официально признанным государством, он делит между собой некую границу, да, и у них происходят какие-то уже территориальные столкновения, они имеют некое подобие регулярных армий и так далее, да, поэтому мы видим, что это совершенно другая повестка. Поэтому романтики, конечно, в этом нету, потому что, если мы посмотрим проходимость Аддонского пролива, ну, до современных событий, это было от 30 до 33 тысяч только торговых судов, да, мы не берем все остальные военные суда, обсужерские и так далее. При такой проходимости Аддонского пролива было, соответственно, ожидаемо, что либо с одной, либо с другой стороны найдутся силы, в том числе финансируемые внешними игроками, которые захотят получить, так сказать, некую свою долю от такого вкусного куска тафла в плане торговли. Поэтому здесь момент того, что пираты снова возобновили свое воздействие, но уже как бы в северной части, да, от Аддонского пролива, романтики нету никакой, есть большая международная беда, прежде всего того, что фактически не функционирует Международный морской трибунал, который хотели создать, который очень долго обсуждали, больше 20 лет обсуждают это создание, и фактически вот это большой провал международного права в том числе, да, то есть отдельные какие-то государства пытаются там спасти свои суда через там компании, которые их сопровождают, да, или пытаются через там правительственные силы воздействовать, все это проваливается, да, потому что в Международном праве есть единственный документ 1982 года, и, собственно говоря, все, да, поэтому то, что сейчас начали ближневосточные игроки пользоваться услугами несистемных игроков мировой политики, мировых отношений в лице пиратов для того, чтобы получить некие выгоды и гарантированно дестабилизировать ситуацию именно в регионе африканского рога, она стратегически очень важна и для Африки, и для Ближнего Востока, и для Европы косвенно тоже, вот это говорит о том, что на самом деле это очень большая мировая проблема, которую игнорировали на протяжении более чем 30 лет, а может быть даже и больше. Ну, логичный вопрос, как можно эту проблему решить, если не действуют международные институты, дипломатия тоже вряд ли, наверное, в данном случае может быть рассматриваема как главная института. Официальная дипломатия не сработает, конечно, конечно. Как вам кажется, кто и каким образом эту проблему может решить хотя бы в данный момент, может быть, не глобально? Ну, здесь, опять же, мы видим два сюжета, как вы правильно сказали, глобальный сюжет и сюжет временный или региональный. В прошлый раз, 10 с лишним лет тому назад, ситуацию удалось заретушировать, то есть не решить окончательно, а заретушировать посредством усилий ряда международных игроков, прежде всего, вне региональных игроков, которые начали просто сопровождать собственные суда, проводить тренинги для экипажей, которые были вынуждены следовать курсами через Адонский пролив. Соответственно, это дало возможность, там появилась ситуация с усилением службы мониторинга, та же EU Navigation Force появилась, они начали очень активно сопровождать суда, и, соответственно, была проведена новая система радиовещания, познавания судов, и, соответственно, более успешно стала защита этих судов. А потом это все закончилось, поскольку меньше стало нападений на суда и торговые, и пассажирские, и любые другие. Соответственно, часть военного флота разных игроков, которые сопровождали свои торговые суда, была отведена из Адонского пролива. Какое-то время ситуация оставалась довольно-таки стабильной, буквально несколько лет назад уже начали говорить о том, что вот все, мы решили проблему сомалийских пиратов, теперь давайте решать проблему филиппинских пиратов, там западноафриканских, нигерийских пиратов и так далее. Это было, конечно, ошибочно, потому что все это время ситуация на самой территории Сомали, Сомали-Ленда, Пунт-Ленда и других формирований продолжала развиваться автономно, без фактически прямого участия международных игроков и опираты в том числе, и очень интересный инструмент для вот этих вот непризнанных протогосударственных формирований, абсолютно новый феномен современной мировой политики. И в итоге вторая часть или второй аспект, который здесь важно охватить, это все-таки мировое глобальное решение. Да, конечно, скорее всего, сейчас региональные игроки вмешаются, возможно, европейские игроки также вмешаются и будут, так сказать, спасать собственные суда, именно в таких национальных интересах. Если не будет опять принято решение об учреждении Международного морского трибунала, механизме преследования, о систематизации международной базы улик по морским преступлениям, по тому, кто и как, и каким образом, и когда несет ответственность за тех пиратов, которые пойманы на акватории Адонского пролива, вот пока это все не будет систематизировано на уровне организации объединенных наций, Международного суда, того же морского трибунала, к сожалению, ситуация будет циклично повторяться. Мы это увидим и через пять лет, и через десять, и так далее. То есть вот тут два решения, региональные, временные и более фундаментальные, международные. Хотелось бы, конечно, надеяться, что Международный морской трибунал все-таки будет функционировать. Наталья, и напоследок хотел вас спросить о другой новости, которая тоже связана с Сомали, как раз вот с этим самопровозглашенным государством Сомалиленд, и Эфиопии, которая сейчас стремится получить выход к морю. Вот как вам кажется, у нее это может получиться, благодаря вот этому квазиобразованию? Вы знаете, Эфиопия к этому стремится на протяжении последних 25-30 лет, в том числе и за счет войны с Эритрейдом 98-2000 года, были определенные подвижки в этом плане, у нее ничего не удавалось, за счет того, что есть такая лакуна, фактически, в международном праве, что де-факто государство государством не является до тех пор, пока оно не признано хотя бы каким-то списком региональных игроков, а лучше всего организации объединенных наций. Пока Эфиопия этим пользуется, она может получать какие-то временные преференции, то есть транзиты своих грузов не через Эритрею, а именно через Сомалиленд. Но понятно, что это будет связано с нелегальным прохождением судов, потому что Сомалиленд даже со своим правительством и таможенными службами не является официальным государством. То есть это все абсолютно неофициальные структуры на уровне двусторонних каких-то договоренностей. То есть никакой документ, никакой международный договор Эфиопия с Сомалилендом непризнанным подписать какие-то гарантии фактически не может. Она может это декларировать, но никто не даст гарантии того, что Сомалиленд мне скажет, вы знаете, мы вам больше ничего не обещали, и поэтому то, что вы у нас там порт Берберу хотите арендовать там сроком на 50 лет, это все такие какие-то внутренние двусторонние договоренности, они не обеспечены международным правом вообще никак. Поэтому довольно-таки зыбкая почва для Эфиопии, но то, что она стремится, будет, конечно же, к транзиту своих грузов либо через Сомалиленд, либо через Эритрею, либо через Южный Судан, это, конечно, понятно, потому что для Эфиопии в последнее время принята была у них федеральная программа по развитию экономики, они хотят выйти в лидеры региона по темпам экономического роста. На момент 2015-2016 года у них это даже получилось. Всемирный банк их признал одним из шести лидеров африканского континента по темпам экономического прироста, по уровню реформ в стране. Я думаю, выходя из такой постпандемийной ситуации, Эфиопия, конечно же, будет пытаться находить самые разные альтернативные источники для того, чтобы получить выход в море, получить транзит именно в Аденский пролив, поскольку это дает им выход сразу в Суэц, фактически не связываясь сильно с Египтом, с которым у них довольно-таки скандальные отношения на фоне перекрытия рек Черного Нила на Османскую плотину. Поэтому, конечно же, альтернативный путь она искать будет. Наталья, спасибо большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напоминаю нашим зрителям, что сейчас я разговаривал с политологом Натальей Пескуновой. Мы обсуждали проблему пиратов в Сомали и другие темы, сопряженные с этой тематикой. Большое спасибо вам, Наталья. Мы переходим к следующей теме. Касается она посредничества Египта в обмене пленными между Израилем и Хамас. Как известно, недавняя атака, которая была совершена Цахал на Ливан, в ходе которой были уничтожены одни из главных представителей движения Хамас, поставили вообще под сомнение какую-либо возможность дальнейшего обмена пленниками, в которой на самом деле достаточно большую роль играл Египет. И о том, какие перспективы гуманитарных обменов и дипломатического решения этой ужасной ситуации могут быть найдены, нам рассказал сотрудник ИММО РАН Ибрагим Ибрагимов. В условиях текущей эскалации конфликта посреднические усилия направлены не только на достижение временного прекращения огня, но и также на решение вопросов, связанных с обменом заложниками и поставками гуманитарной помощи. Эти аспекты приобретают важное значение на данном этапе противостояния, поскольку подчеркивают необходимость комплексного подхода к регулированию конфликта. Однако, с учетом высокой степени военной эскалации, миротворческие и посреднические инициативы пока не обретают высокой поддержки среди противоборствующих сторон. Тем не менее, важным моментом остается в этом процессе роль Египта, выступающего в качестве основного посредника на этих переговорных треках. С чем это связано? В первую очередь, Египет играет роль традиционного посредника в противостоянии между палестинскими группами в секторе и Израилем благодаря сложившимся рабочим и прагматическим отношениям со сторонами. Эта прагматичность основана на исторически сложившихся дипломатических связях, в том числе на успешных переговорах и соглашениях, достигнутых в прошлом. За последние 20 лет было примерно 5 раундов конфликта между Израилем и сектором Газа и присутствующими там группировками. Роль Египта всегда была позитивной в сдерживании эскалации и смягчении последствий конфликта. Египту крайне важна деэскалация ситуации в секторе и сохранение текущего статуса КВО в регионе. И стремление к миру обусловлено не только беспокойством, а собственной и национальной безопасностью, но и желанием предотвратить дальнейшее расширение конфликта, которое может повлиять за собой негативные последствия для всего региона. Во-вторых, это географическое расположение Египта, что делает его важным игроком, способным оказывать влияние на обе стороны конфликта. То есть это близость к Синайскому полуострову, который ограничен сектором Газа и обеспечивает стратегическую позицию для медиации и воздействия на ситуацию. Сюда же можно добавить и активную региональную политику Египта с целью укрепления своего влияния, обеспечения безопасности и поддержания стабильности в регионе. В-третьих, роль Египта как посредника подкрепляется поддержкой со стороны международного сообщества, включая ключевых мировых игроков и организаций. В США западные союзники активно работают с Египтом на этом треке, преследуя важную цель не допустить дальнейшего разрастания конфликта за пределы Газа, то есть на Западный берег, либо в Ливан. Это придает дополнительную важность его участия в разрешении конфликта. Сюда стоит еще добавить и то, что Египт играет ключевую роль в гуманитарных операциях по оказанию содействия 2 миллионам палестинцев. Именно на границе Египта с Газой открыт и все еще функционирует единственный контрольно-пропускной пункт, через который в Газу продолжает поступать агментарная помощь по каналам ООН и других международных организаций. В-четвертых, это опыт медиации в региональных конфликтах. Египет выступал в качестве посредника других региональных кризисов, таких как кризисы в Ливии, в Судане. Этот опыт усиливает его авторитет и доверие в роли посредника. Все эти факторы в совокупности делает Египт один из ключевых игроков в процессе медиации между Хамасом и Израилем, в том числе с учетом собственных национальных интересов, и его участие содействует поиску устойчивого и долгосрочного решения конфликта. Однако, египтская дипломатия сегодня находится перед сложнейшим выбором относительно дальнейших тактических и стратегических инструментов воздействия на ситуацию в секторе ГАЗа. Так, например, в конце прошедшего года египтская дипломатия предложила свое видение разрешения конфликта. Египтская инициатива включает трехэтапный план окончания войны, это временное прекращение огня, освобождение заложников, дальнейшее постоянное прекращение огня и формирование технократического палестинского правительства, которое будет наблюдать за восстановлением анклаба и проложит путь к парламентским и президентским выборам во всей Палестине. План был представлен Израилю, Хамас, США. Это предложение является самым обширным и подробным планом прекращения огня с начала войны в Газе, однако похоже, что эта инициатива вряд ли получит поддержку у воюющих сторон в полном объеме, однако некоторые пункты этого плана вполне могут быть рабочими и реализованы, особенно те, которые говорят об обмене пленами. На данном этапе поддержка гуманитарной операции в Газе является ключевым компонентом египетских дипломатических усилий на нынешнем этапе. При этом правительство Египта попадает под двойное давление, как со стороны палестинского движения, так и от внутреннего общественного мнения, которое все более активно требует от египетских властей безотлагательной и однозначной поддержки Газа, что рассматривается в качестве важной меры защиты национальных интересов страны. Волна общественной поддержки последовательно растет по мере роста эскалации вооруженного подавления палестинцев в Газе. Таким образом, в условиях неопределенности развития ситуации вокруг Газа и перспектив от сохранения высокой степени эскалации конфликта, египетских дипломатий проходят важные тесты на прочность, в том числе в контексте удержания стабильной ситуации внутри страны. Однако, несмотря на эти стремления, возврат к предшествующему статусу КВО вряд ли окажется легкой задачей, и сложившаяся обстановка в регионе, напряженные отношения между сторонами конфликта, наличие различных геополитических факторов, создают сложные вызовы для достижения устойчивого мира в регионе. Ну и напоследок. Как мы знаем, снегопад в Африке это всегда новость, и в данном случае это произошло в Алжире. Как сообщается, сильные снегопады обрушились на северной области этого государства, и они привели к временной приостановке движений на автотрассах в нескольких провинциях. Власти перекрывали движения на нескольких дорогах, которые связывают провинции Тизи-Узу с Биджае и Буирой. Наиболее сложная ситуация была в районах горных перевалов, и ввиду снегопадов жандармерия рекомендовала водителям проявлять осторожность и бдительность. Как отметили в метеорологической службе, снегопады ожидаются более чем в двух десятках провинций, Ну а пользователи соцсетей тем временем делятся тем, как выглядит их страна во время снегопада. Это были все новости Африки на сегодня. Программу для вас провел я, Антон Лемесев. Увидимся на CBC. Субтитры подогнал «Симон»!